Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 14 сентября 2015 года, выпуск номер 51, полдевятого по челябинскому времени. Всем привет. У нас сегодня для вас есть несколько прям громчайших тем, такие как ВКонтакте становится интернет-магазином. А, почему ты сказал мою тему? Я просто... Да, ВКонтакте становится интернет-магазином, поговорим сегодня про самые лучшие инструменты для фронт-энд-разработчиков 2015 года. И объявим нового убийцу Bootstrap 4. Погнали. Самая громчающая тема сегодня у нас, как обычно, наша любимая. Ну давай. UwebDesign и хостинг-провидер SmartApe.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары и услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Главное нажать кнопку «Заказать». Я, кстати, тут вот к слову о SmartApe. На одном из сайт-проектов сейчас использую VPS с 500 мегабайтами оперативки Start, которая там стоит 300 рублей всего лишь. И что ты там? И она вообще тащит. Она 100 этих запросов... Одновременно 100 запросов не отваливается. И из них 35 в секунду обрабатывает. Это круче, чем Laravel на 2 гигах оперативки. А я про WordPress сейчас говорю. А-а-а. То есть ты хочешь сказать, что в принципе 500 мегабайт? Это же вообще нисколько. Это вообще нисколько. Особенно с учетом того, что MySQL там еще есть. То есть это, конечно, вопросы оптимизации, оптимизации PHP кэша и вообще самого PHP FPM. Но сам факт того, что они прям, они сильно тащат. А у нас в чатике, например, постоянно сейчас обсуждают, что многие отказываются от своих привычных хостингов. Пока не говорят в чью пользу, но я активно их наставляю на путь истинный. Но они на самом деле планируют просто пока отказываться от своих хостингов, потому что где-то саппорт не отвечает. Где-то так упал хостинг, что даже сайт хостера упал. Я не знаю, чем они таким пользуются. Отлично вообще. Вот. Но это как-то, да, совсем странно. Ты их наставляй на пути синый вместе с реферальной ссылкой. Естественно. Та, что у нас в футере на сайте. Вы, уважаемые слушатели, если сомневаетесь, вы попробуете что-нибудь самое дешевое. У нас, во-первых, акция проходит на безлимитной. То есть то, о чем наш джингл. В описании к видео есть. И просто, если по нашей реферальной ссылке, то вы нам скажете свое большое спасибо за наш подкаст. Ну ладно, давай. А то скажут сейчас скоти, зарабатывают деньги уже на нас. Первая тема. Деньги, господи. У меня звучит, как Google и Twitter добавляют instant articles. Но, наверное, мы скажем по-простому, что Google и Twitter делают формат открывания, так скажем, статей, именно не переходя на сайты, а внутри своего сайта. Ну это по-простому, действительно. По-своему с instant articles. Это прям вообще простота. И вот я хочу еще раз подчеркнуть. Google и Twitter. Ну, Twitter окей. Twitter окей. Во-первых, это использовалось уже в Facebook. И я сразу скажу, что немножко уже не используется, потому что оно провалилось, так сказать. То есть оно есть? Месяц пробовали. Есть ли? А вот, кстати... Вот есть здесь ссылка на 12 июня, что Facebook Instant Article умерли за месяц, а точнее при рождении. Так. То есть там никто практически не использовал. Там участвующие в проекте про эти площадки типа BBC, Spiegel Online, Build не опубликовали ничего вообще. Примерно как в iTunes Connect'е в первые там месяц времени. Почти никто ничего не опубликовал. Вот. Ну и кроме этого, да, Facebook не дала графика публикации. Напоясню, что намерен использовать мнение первых издателей, чтобы усовершенствовать формат. Не знаю, вернутся они к нему или нет. Но вот сам факт того, что все провалилось. Ну мы знаем, что используется на ВКонтакте такая штука. Но вообще мне вот по исполнению, да, по-любому же многие знают с сайта surfingbird.ru. Там же все внутри него открывается. Причем не сразу так было. Сначала они реально переходили на сайты, а после этого они стали открывать. Да. Ну я уверен, что они-то просто у себя трафик сохраняют. А типа Google и Twitter, они, это не про трафик. А про то, что они хотят уменьшить, экономить ваш трафик мобильный. В смысле, да, не про рекламный трафик. Потому что, например, они собираются хранить контент на своих площадках. И контент, то есть они не воруют, как это Medium, например, делает. Хотя Medium тоже твиттерный проект, но неважно. В общем, они будут просто экономить мобильный трафик своих юзеров, чтобы не было дополнительных красивостей. А вдруг я вот заморочился, как Фридман на Sosmotion Magazine сделал, что у меня все открывается быстрее, чем Twitter. И мне Twitter не дает, чтобы ко мне переходили. И на Twitter, вот даже в этом, я не знаю, фрейме, или как это будет реализовано, будет открываться медленнее, чем у меня на сайте. Это еще большой вопрос, кто здесь больше трафик. Видишь, да, то есть, скорее всего, вот 10% чуваков, которые вот так сильно, так скажем, подходят к вопросу оптимизации и всему вот этому, и скорости, и всему-всему, они будут сильно недовольны. Вот 90% вообще, да какие 99% всего от американского рынка, которые им вообще пофигу, классно, что сделали. Да, возможно. Хотя вот я, например, скажу, что, я не знаю, как в других браузерах, но в Safari же давно есть режим вот этот ридер, который, если корректно все теги написаны, то он оп, и вырезал вообще всю рекламу, все говно. Картинки, кстати, были бы, если бы они были. Посмотрим на примере наших следующих тем. Кнопка ридера, она почти везде доступна. Чем, бьет див, один див? Именно если у дива есть id main, или есть html5 элемент main, или есть id-шний контент, там много разных условий, и практически, на самом деле, несложно это все реализовать. И вот так вот удобно все это показывает. Причем, если оставаться в режиме ридера, и, например, перейти на другую ссылку, то, обрати внимание на мой экран, ни хрена не работает. Я думал, так в ридере и останется. Но, к сожалению, нет. Ну, кстати, картиночки показывают. Да-да, я говорю, что картиночки, если они есть, то они показываются, все отступы нормальные. И да, на самом деле, ближайший аналог, как ты правильно сказал, это Surfing Bird. Понимаешь, знаешь что? Еще мне еще нравится, и не надо никакого от блока, у тебя без рекламы все. Да, да, но рекламу редко встраивают прямо в статью. Сидишь, удовольствием. Тут, кстати, можно шрифты менять, даже темную тему включать. То есть тут... Отлично, отлично. Можно ночью читать. То есть Safari они реально постарались. Кстати, насчет рекламы, давай с тобой проверим такой ресурс, ewebdesign.ru Есть такой, там же у нас реклама-то прям в постах. Там у нас прям в постах есть реклама, да. Я хочу посмотреть... К слову откатились, к слову. Есть у нас там, как это будет? Нет, вещи рекламы выпиливают. Так что действительно, как от блог работает практически. Блин, лучшая штука вообще. Я прям даже доволен, мне понравилось. Ну, к слову, в Safari мобильном тоже есть такое. Да, они, по-моему, с мобильного и начали эту хреновину включать. Это, кстати, пост про наш предыдущий подкаст. Мне кажется, сейчас 100 тысяч человек скажут, что в Google Chrome есть расширение, которое позволяет это сделать. Ну да, само собой. Да и на Firefox, может быть, даже уже на Microsoft Edge. А, в Microsoft Edge тоже есть этот режим, я видел. Не буду сейчас утверждать, но я видел, что что-то подобное. Возможно, уже везде такой есть режим. Да, да. Пишите в комментариях, если везде есть такой же режим. И говорите, что вы вообще как. Пользуетесь им или нет. Я вот сейчас скажу, только на iPad'е кем пользовался. Причем даже не потому, что у меня реклама без всего или что-то другое, а вдруг сайт не адаптивный. И там вот это увеличивать, смотрится, проще нажать ридер, и там реально оптия, вся статья есть. Да, согласен. Проблема начинается тогда, когда комменты еще захочешь почитать. Ну, это уже такое. Проблема первого мира. Причем там, где нет мобильной версии, ты начинаешь там... Да, да. Ой, ну... На iPad'е еще терпимо. Смотри, смотри. Самое главное. Я немножко, когда читал статью, я сначала проихренел от того, что если действительно на десктопе в Гугле будет так открываться статьи, представляешь? Не без перехода уже, а будет у них там внутри. Ну да, именно в Гугл-поиске. Ты представляешь в поиске? Не на мобильном. Вот давай учитывать опыт ВКонтакте. Они это реализовали только для некоторых площадок реально топовых. Типа там Ленты.ру, РТ, других новостных сайтов. Ты там, скорее всего, надо что-то официально на странице зарегистрироваться. Кроме этого, у них еще и премодерация. Реально. Потому что, возможно, хотя я, честно сказать, не знаю, что им жалко или не жалко, потому что жалко у пчелки. И вообще, тому, кто контентодержателем является выгодно ли это вообще или нет, возможно, им все-таки трафик-то нужен рекламный. То есть, ну вот, новостные сайты, они за тот счет и живут. То есть, там, это еще большой вопрос по поводу того, фичи это для конечных контент-площадок или нет. Но вот факт остается фактом. Не знаю. Посмотрим, как это будет. То есть, я к чему? Что в Google поиске тоже не все сайты вдруг так начнут открываться. А они начнут с тех же там BBC, New York Times, чего-то еще. Они, наверное, будут по трафику. Раз, если они, как утверждается, берегут людей и их мобильный трафик, то они будут самые запущенные случаи так открывать. New York Design. Да, например. Может быть, помнишь, они же алгоритмы Mobile Get Don't вели? Ну, ну, ну. И типа, те, у кого нет адаптивной версии, их из мобильной выдачи вообще уберут. Да, да. Возможно, их теперь вернут, но только им навяжут вот такой вот, ну, так скажем, фрейг. Может быть, так. Ну, это было бы так по-человечески. Хотя, опять же, если ты-то думал про десктоп, как Google на десктопе это будет. Ну, да. Но, в принципе, это ничего не меняется, то есть, хотя нет, у тебя трафик, получается, не считается. То есть, грубо говоря, все равно, там написано, что вся твоя реклама будет показываться по-человечески, ничего они там сильно вырезать не будут. Там максимально будут к оригиналу ближе. Да, написано, на данный момент Google, Twitter и издатели ведут переговоры по условиям сотрудничества. То есть, возможно, они как-то придут к тому, что это выгодно и тем, и другим. И мы с тобой слишком скудны умом, чтобы понять, как кто здесь кому в этой схеме может быть выгоден. Так, хорошо, погнали. На этой высокой ноте перейдем к следующей теме. UAS CEO for Drupal. Мы неоднократно здесь говорили уже про такую CMS, как Drupal, которая переросла уже из простой CMS, даже не простой, а говеной CMS в версии номер 6, вообще в хороший фреймворк под версией 8, где все классно. В монстра. И вообще, да, в принципе, все неплохо. Я не знаю, поможет это им восстановить репутацию и стать каким-то серьезным игроком на рынке, но тем не менее, скорее всего, да. Так вот, UAS, крутые чуваки из, хотел сказать, из Финляндии, из Нидерландов, которые разработчики плагина WordPress SEO, они сделали Drupal SEO и выкатят его на конференции, как же конференция-то называется? Имени UAS? Нет, имени Drupal. А, окей. Типа там Drupal.conf, вот так вот. Будут выкатывать 23 сентября релиз плагина. Мы обязательно как-нибудь что-нибудь сорганизуемся, попробуем вам рассказать, насколько это круто или не круто, придумаем, в общем, что-нибудь. И, да, Drupal.conf, Барселона. Кроме этого, они редакти... редакти... редизайн сайта своего сделали. Мы в этом подкасте, может быть, выпусков 6-7 назад сказали, что они это сделают. И вот они это сделали. Помню. Ну, такой себе редизайн. Ну, он очень, так сказать, как бы это, помягче-то, быстрый. Ну, в смысле, я performant. Производительный. Господи, у меня все слова уже к концу дня выглядят. Производительный. Он легкий, удобный, без минимума каких-то этих. Но вот эти рамочки, конечно, это просто какая-то... Ну, кстати, они были тогда на скетчах. Я помню, что мы макеты с тобой смотрели, и тут, в принципе, все не очень понятно. Но главное, у нас вот так вот, UAS. Тоже было, Бо, 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 помню вообще, что это было. Книжечки, плагины и расшаривалки. Или нет? А, это их брендинг-платформа. Вот даже здесь непонятно, что это. Здесь сразу плагины, еще плагины, подпишитесь. Во-плагин. Категории, почему-то их только три. Здесь... А, их настолько три, что я могу вот тут нажать на e-commerce. То есть это длинные такие, хреновенькие. Да, здесь еще какие-то отзывы, recent posts. Не, ну, подожди. Конечно, мне кажется, они первые люди, кто что-то понял. То есть, возможно, это так надо. Что ты хочешь сказать? Да, я хотел сказать, что просто нас сейчас слушают и думают, что яст какие-то дураки, зачем мы их пиарим. На самом деле, SEO-плагин это охрененный по оптимизации поисковой. Да, ну, all-in-one, all-in-one SEO-плагин, он больше по количеству активных установок, это их конкуренты. Но, говно. Здесь вообще все очень круто. Поэтому, у нас, кстати, есть обзор этого плагина. Я собирался снять обзор на более новую версию, потому что там почти все уже изменилось. Но пока не снял, я оставлю здесь подсказочку на то, что... Я больше скажу, он у нас еще и в ролике про 10 там лучших плагинов и т.д. Да, да. Прямо это везде есть. Так вот, кроме этого, у них теперь есть раздел Academy, в которых они будут курсы запускать, начиная с какого-то там 14 октября, да, с 12. То есть, как на 3-хаусе, у них будут прям... Как оптимизировать в 6-сайт? Образовательные курсы, да, по SEO. Есть e-books, но это книги. Я, кстати, оптимизировать веб-сайт, я даже покупал книгу и... А, нет, вот это я в WordPress-сайт, кажется, покупал. Ну, какую-то из них я покупал, выкладывал даже в паблик. Так что они неплохие, неплохие. Хотя в большинстве своем очень очевидные вещи, если быть активным подписчиком их блога. Кстати, блог у них теперь разделяется на SEO-блог, где непосредственно там апдейты там алгоритмов и так далее. И software-блог, точнее, dev-блог. Там про API, как переведить на HTTPS сайт и так далее. Причем это, ну, была просто какая-то категория у них, они ее сейчас вынесли в отдельный блог. И там по одному посту в год. То есть, очень скудно и мало. Но я так думаю, они теперь в него более активно будут постить. Просто вот это. Вообще, еще почему мы про эту тему начали говорить? Вы видите, здесь у них тайп-китовые шрифты подключены. Так. И при перезагрузке страницы видно, что шрифты еще подгружаются некоторые. Да, я увидел, да. Видел, они прям пляшут. Еще логотип подгружается, как будто он тоже шрифтовой. Но не будем об этом. Так. И вот у тебя же было так же. И я тебе такой вопрос говорю. А у тебя же так же. А ты говоришь, а у меня уже и не так. Да. Мы тут недавно это обсуждали и в чатике с Никитой, что на вебсайне.ру у меня была примерно такая же проблема. То есть у меня подгружались шрифты, я ничего с этим не мог сделать. И сделал такие. Я сделал вот такую штуку, чтобы у меня вот так плавно все выплывало. Пока подгружается, чтобы у меня был скрыт контент Apacity 0. И как только подгрузилось, у меня хоп, и Apacity 1 с транзишном выезжает. И все плавно и красиво. И еще даже это лучше по UX, по User Experience. Да, мне так больше нравится стало просто элементарно. Как при близорукости ты очки надел и мой сайт возник. Вот так я это себе сам представляю, когда захожу на него. Один причем. Да, причем единственный, кто это делает. Но тем не менее, там есть у Typekit классы, которые JavaScript к HTML присваиваются. Там VF, Active и какие-то еще. SVF. Вот, да. SVF, да. На них это все навешивается и получается очень круто. Если вы, чуваки из UAS, ты смотрите наш подкаст, то примите к сведению. Ставьте лайк. Да, во-первых, ставьте лайк. Во-вторых, примите к сведению. Ну, следующая тема у нас опять про бизнес, так что, Никита, твои... Про бизнес. Заголовок такой. Mail.ru group пробует зайти в e-commerce через ВКонтакте. Понимаешь? Вот как через жену. Как через постель. Да, через... Да, да, да. А вот хочет через e-commerce через ВКонтакте. Каким способом? Способом тем, что хотят сделать некие каталоги для... Вообще, один общий каталог большой, то есть, для всего ВКонтакте. Ну, а там будут товары из сообществ. То есть, вот мы привыкли видеть классические чехлы на телефон, которые с подписью ВКонтакте выкладывают, чуваки, фотографии чехлы на телефон. Да, да, да. Описание, смотрите, в альбоме там вот это вот все. Не надо писать мне в комменты, сколько стоит. Смотрите, описание. Нет, и еще. По цене скажу только в личку. Только в личку. Да, да, да. Вот. Вот вы это привыкли видеть. На самом деле, будет круче. Сделают такой некий каталог. Я так понимаю, начнут, опять же, только с топовых сообществ каких-то, ну, которые продаются. Потому что они вообще говорят, что у них около 100 тысяч сообществ, которые вообще, в принципе, продают те или иные товары. Как они это отслеживают? То есть, легал там. Да, да, да. Соли, смысл. Это 90 тысяч сообществ. А 10 тысяч сообществ продают чехлы. Чехлы, точно. Чехлы же самое главное. Да. Короче, поэтому заявили, что будут каталог делать. И пока не знают, как это монетизировать. Пока не думали, возможно. Хотя, конечно. То, что Mail.ru групп не думали, как это монетизировать, это последнее, во что я поверю вообще. Я скорее поверю, что мы на Марс завтра полетим, чем вот в этом. Ну, и это написано в первой половине статьи. Во второй половине статьи написано, что на самом деле было бы хорошо с помощью этого конкурировать с Яндекс.Маркетом. То есть, люди будут покупать на ВКонтакте товары, а в Яндекс.Маркете уже не будут покупать. Хотя бы даже смотреть. Ты же понимаешь, что у Яндекс.Маркета сейчас еще покупка не реализована, так как они хотели бы, чтобы прям ты в Яндекс заносил. И они там уже через посреднические схемы непосредственно это все делали. А просто смотреть, серфить и переходить по реферальной ссылке в тот или иной магазин, и тебе бы шел процент от этого магазина, если покупка совершена. Ну, типа реферал. Да, да, да. Суть в чем? Пока тоже, опять же, нельзя будет покупать сначала в каталоге. То есть, можно будет только смотреть и написать админ группы. Опять же, где легал взять. Вот. Где взять чехлы. Знаешь, причем, возможно, почему? Потому что, чтобы, опять же, цену только в личке говорить. А не поговорили с топовыми за обществом? Вы как предпочитаете? В личку? В личку еще лучше, да? Да, в личку, да. Ну все, тогда сначала просто каталоги сделаем, потом пусть привыкнут. Ну, а раньше все, кто старые, старички, пользователи ВКонтакте, помнят, была тема с Азоном, что можно было себе делать, типа, подарки. Ты пишешь вот желание Анфисы Чеховой, там, внизу, давай просто ролик. Да, сейчас я просто ролик. Вот в каком-то 2000-2011 году она себе делала, типа, iPhone 3GS, она хочет 16 гигов, книжечку там. Philips Living Colors Generation 2 Crystal Clear. Мне кажется, ей спокойно могли подарить, мне кажется, даже, я не говорю не про iPhone, а вот колоночку-то спокойно могли за 6 тысяч подарить. Кстати, iPhone стоит 29 тысяч рублей, столько же, сколько и сейчас 3GS какой-то. Ну, кстати, по курсу. В принципе, они смотрели в завтрашний день, да. У меня еще, знаешь, что интересно, вот тут график, да? Вот тут тысячи человек. И здесь график, он как бы неточный, да? То есть нет, почему здесь 2769, почему тут 3000? Тут как бы видно же, что график уже примерный. Почему 837? Чтобы ты не мог никогда вычислить, сколько это на самом деле. Это страшные какие-то цифры, знаешь, как вот говорят, что в CSS, даже в программе, не должно быть магических констант. Когда просто, не пойми, откуда возьми, вот тут 106. И это не как динамический, там, пользователь не вот, ничего, просто вот тут 106, вот тут 8307. Почему так? Непонятно. Ужасная цифра. Ну, в общем, в принципе, нововведение это прикольное. Оно удобное, будет для всех. Те, кто хочет заниматься коммерцией на ВКонтакте, продавать чехлы. Вот, поэтому я здесь ничего плохого пока не вижу. Я даже вижу хорошее. Удобнее будет легал покупать просто. Стой, 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 стой. Я вижу плохое одно, что в будущем 100% они как бы не знают, как будут монетизировать, но это будет появляться в новостях у тебя, блин. Ааа, ну. Ну, а если это будет, так скажем, по нормальным тем же ценам, то какая нам разница, где что покупать? И причем я вот все это сейчас говорю, я тебе вот до этого еще говорю, что мне не нравится, что начали больше рекламы. На самом деле на Фейсбуке рекламы в 100 тысяч раз больше, чем на ВКонтакте. И больше всяких призывов прорекламировать всю свою хреновую. И да, и тебе постоянно говорят, что там это, то, сё, пятое, десятое. Кстати, сейчас зайди на наш vk.com.yubesign. Ну-ка. Возможно, это уже убрали, я сейчас буду лох, но давай вот наведем на какую-нибудь запись на любую у нас на этом. Видишь, появился прицельчик. Охренеть. Вот вчера еще этого не было. Вот я вчера смотрел. То есть, понимаешь, ты уже отсюда можешь рекламировать. То есть, они уже деньги, mail.ru group. Ну, хорошо. Вот на Фейсбуке-то это тоже есть. Если я зайду сейчас на Фейсбуке, на наш vk.com.yubesign, монетизацию не знаю где-то. Кстати, подписывайтесь в этих соцсетях, если вам интересна какая-то из них. То тут сразу же, во-первых, просто продвигать конверсионы. Именно сообщество. Свой веб-сайт. И еще здесь, а вот вы смотрите, здесь у вас всего три лайка. Поднимать публикацию. Как на Авито можно поднимать публикацию. Смотри, у нас запланировано, кстати, на завтра. Тут вообще, короче говоря, Фейсбук-то вновь же пророс этим ужасом. Да, да, да. И смотреть видео. Вот тут можно посмотреть статистику. Черт, здесь нету срока. Прорекламируй, чтобы еще больше жалоно смотреть видео там туда-сюда. Ну, короче говоря, они давно этим уже занимаются. Даже вот тут, вот. А, нет. Можете не знать. Я думал, здесь опять будут прорекламируйте эту картиночку. Да. Ой, извините. Поэтому, понимаешь, то есть ВКонтакте было до этого более-менее теплое ламповое, а сейчас уже и нет. Ну, ты, кстати, в самом начале не сказал, при чем здесь Mail.ru групп. А, так потому что они владельцы, собственно, ВКонтакте. Это я подставной вопросик тебе, как бы, чтобы это... Вдруг кто-то не знал. Да, вот такая тема. Ну, я пока открываю следующее, скажу, что будем посмотреть. Я думаю, что пока мы этого не видели, как это непосредственно реализовано, не ясно, хорошо это или плохо. Следующую тему нам предложили сразу двое человек за время этой недели. То есть нам Серега Кочмар предложил еще 12 сентября. Так. Подожди, ну, не позавчера. Я почему-то сейчас сижу, мне кажется, 12 сентября, это там сто лет назад. Месяц назад, да. И Антон Яценюк сегодня тоже предложил. Победитель звания «Самый большой хипстер на Украине» он тоже нам предложил. Причем он регулярно нам предложил. Вот эту новость мы тоже сегодня будем обсуждать. Поэтому, в принципе... Спасибо, что предлагали. Еще больше, спасибо. Предлагайте еще больше. Отклонили. Так вот. Статья называется «Положение дел в фронт-энд инструментарии. 2015 год». Давай. Все сейчас достали ручки бумаги. Шариковые ручки желательно. Естественно, да. С авторучки записывайте, конспектируйте и сравнивайте результаты, как в лотереях. Так вот. Автор Эшли Нолан, он, мне кажется, даже не думал, что у него блок так бомбанет после этого. Потому что, вообще-то, он написал, что он изначально, когда он... Он провел опрос, просто сделал опрос, типа, чем вы пользуетесь там, каким вы пользуетесь предпроцессором, каким вы пользуетесь JavaScript фреймворком, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так несколько вопросов про тулзы. И изначально ответило там человек 300. Он сказал там, ну, буквально совсем чуть-чуть. То есть пара сотен человек. Потом они начали расшаривать, и через неделю ответило еще тысячи. Так. И в итоге он сейчас ждет, что вирусный эффект, кстати, я приобрела. Еще несколько недель ждет и опубликует еще результат. Но справедливости ради, он сказал, что между первой и второй разница не очень большая получилась. По процентам примерно так же. То есть количественно больше людей, но распределение голосов практически точно такое же. То есть он имеет в виду, что... То есть, в принципе... Если это интерполировать и увеличить количество с сохранением процентов, то мы получим такую полную картину мира. Отлично. Так вот, преамбула. То есть, несмотря на то, что там не весь мир фронт-энда проголосовал, будем считать, что, в принципе, более-менее это объективно. Первый вопрос. Вот из ее CSS. Каким припроцессором CSS вы пользуетесь? И, в принципе, он решил, что пост-CSS он оставит для другого вопроса. Потому что вдруг люди, которые используют пост-CSS, с САСом тоже перед этим пользуются. И тогда что им здесь ответить? Как бы тут два варианта ответить нельзя. Поэтому он, да, сделал такие варианты. САС, Лес, Стайлус, Ноу припроцессор и Авер. Другие. Еще не определились. Но САС, в общем, тут абсолютно безвариантно победил. 66%. И я думаю, что это... Очень странно. Вот это мне единственное, чем меня покоробило. Мне кажется, что Ноу припроцессор должен быть вот таким же, как САС, а САС таким же, как Ноу припроцессор. Потому что он опрашивает людей, которые шарят, и они вот эти блоги читают, статьи знают, все САС знают. А если он чуть шире возьмет людей, которые, блин... Ну, они уже не зарабатывают этим деньги, зачем их вообще брать? А, ну нет, если таких брать, то да, конечно. Хотя, блин... Ну, как не зарабатывать? Мне кажется, сейчас просто... Вот кто сейчас начнет... Ня-ня-ня, хочу веб-фронт-энд. Сразу их поглотит обилие вот этих инструментов. Уже невозможно... То есть Ноу припроцессор — это уже реальные староверы, убежденные. То есть это не то, что чуваки застряли между временами и просто просрали, и не пользуются САСом. А вот мне кажется, что... Ну, подожди, я просто пытаюсь представить себе Average American разработчик? Average Joe, да. Девелопер. Ну? И чё? Да мне кажется, он знает САС. Ну, и хотя бы слышал. Ты же понимаешь, что... А, здесь про слышание мы говорим? Нет, здесь мы говорим просто, какой ваш выбор. А, выбор, окей. Кто-то, как бы, не сильно активно пользуется, но склоняется, вот, сочувствует пользователям САСа. Хотя, тут тогда Ноу припроцессор должен быть его выбор. Не знаю, но... Ну да, да, я понимаю, о чём ты. Да, чуваки, которые, конечно, зарабатывают им бабки, они 100% будут голосовать вот так, как здесь. Со следующими вопросами, на самом деле, более всё прозрачно, потому что там есть варианты, типа, там нужно градацию выставить от 0 до 5, как вам там, то-то, то-то. Так, давай. Ну, во-первых, САС доминирует рынок сейчас, даже Bootstrap 4 перешёл на САС вместо Лес, ну, по дефолту, очевидно, у них есть форк какой-то там, есть даже стайлус-форк Bootstrap, но это такое, это очень маргинально, сейчас мейнстрим, это САС, и пока от этого никуда не уйти, может быть, пост CSS полностью перехватит, может быть, станет очень важным дополнением. Так вот, пост CSS и rework, то есть, этот здесь чувак, автор, говорит, что вот вообще-то их как бы постпроцессингом называют, но я не буду говорить просто, вот другой CSS процессинг, пост CSS и rework, и типа пост CSS, 53% слышала про них, 10% чуть-чуть использовала, и почти 9% реально круто используют, 27% вообще не слышал про пост CSS. И rework, 21% слышал, 2% чуть-чуть использовала, меньше 1% активно используют, то есть 9 человек, 75% даже не слышали, я, честно сказать, тоже не слышал. Я тоже не слышал, просто суть в том, что мне кажется, что пост CSS должны вообще больше слышать, а он вообще сейчас уже на слуху сильно. Ну, давай, видишь, грубо говоря, те, кто пользуется, тоже слышали, и тогда это 73%, и тогда это более чем нормальная статистика. Здесь вот, видишь, есть гистограммки, и можно вот эти три столбика, грубо говоря, сложить между собой, а вот этот просто кто не слышал. Да, тогда же, тогда нормально. Ну, rework, чтобы это не было, надо над пиаром как-то поработать. Не то, что у Ситника, который создатель пост CSS, он прям вообще засирает везде, и в твитре, и где угодно. Он туда, он там бомбанул. Taskrunner, каким Taskrunner'ом пользуетесь? Варианты, Gulp, Grand, NPM, видимо, кто-то пользуется просто NPM, потому что, в принципе же, Grand, Gulp тоже через NPM устанавливается, поэтому не знаю, как, пишите в комментариях, что значит просто NPM как Taskrunner. Есть еще брокколи какой-то, Other, и Don't Use a Taskrunner. Other, мне нравится это назвать. Ну, Other, ну, например, CodeKit'ом я пользуюсь, его здесь нет, и для меня это Other был бы. Gulp почти задоминировал рынок, несмотря на то, что полтора года назад Grand был прям сильно на коне, у них был 50%, после этого все поняли, хотя я сразу говорил, они вышли, да они одновременно. Я сразу говорю, что Gulp будет круче, потому что там Unix'овые пайпы, и он работает быстрее в оперативке, и они каждый раз не пишут на диск. Мы это даже уже в подкасте сто раз обсуждали. Ну, так вскользь, конечно, но тем не менее. То есть здесь тоже абсолютное доминирование Gulp'а. Почему-то вот автор все, что самое крутое, он синим цветом показывает. Он какой-то синич. Да, он какой-то такой синяк. Зеленый — это второй. Ну, вообще синий — это же концентрация, опять же, по теории цвета, то есть в нашей, в европейской культуре, может быть, там в азиатской, это что-то другое, это щелка какие-нибудь, отдых, расслабуха. Знания джаваскриптовых библиотек и фреймворков. Здесь много разных вариантов. jQuery, Underscore, Backbone, Angular, Ember, React, Polymer, Knockout. И такие же варианты. Слышал, использовал, хорошо использовал, не слышал. У jQuery 90% хорошо используют. Врут, по-моему. Еще к тому же. И да, еще это... Ну, хотя нет. Ну, хотя бы... Они хотя бы слышали. Они хотя бы... Нет, знаешь, ни один не сказал, что не слышал про jQuery. Потому что это вообще... Это анекдот, что кто-то не слышал про jQuery. Когда с 2009 года... И про Angular, смотри, вообще очень мало кто не слышал. Да, да. То есть, опять же, к слову о тебе, обращивали, видимо, все-таки каких-то уже более или менее бывалых людей. Ну, во-первых, да. И, во-вторых, можно поэтому судить, как пиарятся люди. То есть, Angular-то охренит, как пиарятся. Ну, да. Понимаешь, много кто заходит, например, через какие-то бесплатные ресурсы, типа CodeSchool и CodeAcademy. Вот курс по Angular-у там есть. И это дополнительный пиар. Да, само собой. Курса по Backbone, но там вот как-то не очень. Несмотря на то, что... Ну, или если он есть, он в какой-то заднице. Его никогда не увидишь. Ну, он какой-нибудь платный, да. Только на Lindy.com, там, после десяти кругов ада. Про React, заметь. Мало кто пользуется. В основном все слышали, но еще не попробовали. То есть, у React... А, нет, у Ember. У Ember еще больше процентов людей, которые слышали, но не попробовали. Ну, хотя React тоже пиарит-то сильно. Ну, он просто сложнее. Хотя это тоже бабка надвое сказала. Мы в последних разговорах на экране... Уфу, на экране. У экрана. Я на экране разговаривал, да. Ну, да. Я себя только там смотрел. Так вот, оно, в принципе... Мы решили, что React делают на нем изоморфные приложения, которые прикомпилятся на сервере. И для SEO они хороши. У тебя не должен быть включен JavaScript в браузере, чтобы просто получить первоначальный экран. Потому что оно подкэшировано и уже тебе прилетит. И вот это его выгодное преимущество. Кстати, здесь Meteora нет. Его тоже как-то любят. Ну, да. Очевидно, что JavaScript фреймворков сейчас больше, чем пиксели у меня на экране. Поэтому смотри, какая крутая аналогия. Мне как-то самому понравилось. Но jQuery прям на коне. Тем более в апреле еще или когда-то выпустили jQuery 3 Alpha. Мы тоже в подкасте обсуждали, как выйдет релиз, будут, естественно, бенчмарки, что быстрее, что как это. Мне кажется, она сильно не стухнет, сильно она не скатится в говнище. Как минимум из-за AJAX модуля, из-за манипуляции с дом. Я думаю, все будет с ними хорошо. JavaScript. Какую JavaScript, библиотеку или фреймворк вы используете для основного количества ваших проектов? То есть... Это уже по использованию. Там было послышимость, грубо говоря. Да, здесь больше половины используют jQuery. 15% используют Angular, 11% Native.js, то есть Vanilla JavaScript. Ну и там дальше по убывающий React много кто использует. Блин, вот те, которые на Native.js, они, опять же, я не представляю, как они там его используют. А ну в смысле? Вот есть у тебя проект, который в основном статический какой-то. Тебе на JavaScript не так много надо сделать. Ну да, тогда да. Причем даже не то, что... Это же китч сейчас. Ну может быть сейчас уже в меньшей степени, но вообще-то там каруселька на ванильном JavaScript без jQuery. И все у всех течет сразу отовсюду, потому что это круто, быстро, мало кода и вообще... Да блин, это немало кода по сравнению с jQuery там. Ну, тоже, тоже верно, да. Потому что если, ну да, если они не поддерживают 9-е, то тогда это кода не очень много. А если надо поддерживать старые е, то там кода до хрена. Почему jQuery изначально и появился? Потому что нужно было все возможные API как-то в одно место свести. В одно место к себе свести. JavaScript module bundlers. Через какие bundlers, то есть связчики, черт, как это назвать, да, компоновщики, связывают все приложение? Browserify, Require.js, Webpack, JS, PM, Other. Я слышал только про Browserify, Require.js. Да, да. И причем Browserify у нас даже в чатике сегодня обсуждали. Все, кто-то вкинул, все сказали, да, да, крутая штука и все, и закончилось. Так что, возможно, не используют. I don't use, да. Да, и в основном bundlers мало кто использует. Наверное, просто Aglyify между собой слепляют, как CodeKit делает и все. Не обязательно Require это как-то там инклудить. Хотя вот я вот про него больше слушаю, чем про Browserify. Если бы мне нужно было где-то использовать, я бы его попробовал. Хотя опять смотри, синее, зеленого. Да, JavaScript-тестинг. Кто пишет JavaScript-тесты и на чем, 60% не пишут. Тут еще бы что-нибудь слышать вообще из этого. Я вообще ничего из этого не слышал. Я не такой хардкорный JavaScript-программист. Ну, собственно, как и здесь в опросе и показалось, что... Да, таких в принципе мало. В основном все, как я. Хотя, может быть, из этих 60% и много кто слышал, но просто не пользуется, потому что это долго, геморройно, и заказчик не платит за это, как обычно. Miscellaneous Tools, то есть всякие другие инструменты. Bower, Yeoman, Ender, NPM. Что такое Ender, понятия не имею. Хотя про него... А, ну, собственно, как и 70% других людей. Bower, ну, все про него знают. Он включен в CodeKit. Я пользуюсь, когда на Foundation, например, подтянуть через Bower. Это удобнее. Yeoman — это целый скафолдинг для всего приложения, когда нужно много чего подтянуть. Ну, да, наверное, это прикольная штука. Есть даже WordPress-овские проекты в Yeoman. Просто два раза нажал, тебе прилетел целый такой сборный кусок под WordPress-тему там. Ну, не знаю. Они, на самом деле, не очень гибкие. То есть почти каждый человек, кто вот задумывается над Yeoman для WordPress-а, в результате пишет свой. То есть там их существующих три штуки в официальном репозитории и еще 300 миллионов на GitHub разных. И в результате ты все равно их все просмотришь, поймешь, что все не то, напишешь свой, один раз его будешь использовать и больше не будешь. Это больше для одностраничных всяких приложений, таких более дефолтных на Angular, чем для чего-то другого. Смотри, NPM-то сколько пользуют. Причем хорошо, feel comfortable. Ну, вот, видимо, как-то подтягивают просто NPM install через JSON-файл. Все у них устанавливается, да. Он изначально, как такая хреновина, и задумывался для того, чтобы менеджить пакеты. Поэтому пишите в комментариях вообще, что вы используете. Вот можете даже на эти же вопросы ответить. Мы ответим тоже после того, как эта трансляция опубликуется, чем пользуемся мы. Поэтому давайте устроим небольшое такое типа голосование и перейдем к следующей теме. Следующая тема у нас про то... Опять же про различия. Да, это нам тоже Антон Яценюк предложил. Еще 5 сентября, и в прошлый подкаст как-то не попало. Не влезло. Ну да, там много другого интересного было, отклоняем. А сейчас более интересное, да. Короче, оказывается, с выходом нового логотипа, вот этой всей движухи вокруг Google ребрендинга, так скажем, и если вспомнить, что у Microsoft на логотипе, и в принципе в их цветах, то можно подумать, что они действительно очень сильно похожи. И давай посмотрим. Особенно желтый цвет. Желтый прям вообще чуть ли не один в один. Ну, кстати, желтый, возможно, это из-за нашего зрения. Палочек, колбочек. Ну, у тебя тоже? Да, у меня тоже. Я тоже подумал, что очень похожи желтый. Ну да, да. То есть, как бы... Ну нет, ладно, Палочка, ты посмотри по 16-ти личному, там различия-то минимальные. Ну, кстати, да. Смотри, там вообще FF, BB00, то есть они вообще не заморачивались. Да, кстати, у них полный FF... Они как будто сгиняли... И это тоже 7C, BB00, как будто они какие-то дефолтные эти. Тут тоже у них 0. 1F1, что-то тут... Это вообще какие-то формулы 1, А1 команды, там, Ferrari, ладно. Окей. И вот, короче говоря, нам показывают, во-первых, что, ну, небольшие такие различия. Различия в насыщенности. То есть, если, грубо говоря, уменьшить насыщенность майкрософтовских цветов до тех процентов, которые здесь указаны, мы получим гугловские цвета. Ну, вот тебе при сравнении какие больше? Прям вот нравятся. Майкрософтовские. Вот я тоже, я когда думал... Они более... Они... Из-за того, что они насыщенные, и у них оттенок тот самый лёгкий. То есть, у них не бесцветный оттенок... Ну, чёрт, saturation 100% это и есть то, что цвета. Ну, короче, да, насыщенные цвета, они более завораживают, они заставляют глаз интересоваться, возбуждают какой-то интерес. У гугла как-то более корпоративно, более так неповоротливо. Ну, видишь, они это как бы из своих материал-дизайнов берут, вот эти все цвета. То есть, блин, им так надо было, я не знаю. В материал-дизайне нет конкретных цветов, насколько мне не изменяет память. Ну, понятно, но как-то они вот именно что... Я не знаю, как тебе объяснить. То есть, короче, более к дефолтному ближе. То есть, из-за того, что здесь у Майкрософта такие цвета, они не к дефолтному, не ближе. Ну, я согласен, что у них красный почти морковный. Да, да. А у гугла красный, но он красный. Да, тут именно, что материя, она как бы вот дефолт. Ну, не знаю. Короче, пишите, опять же, какие вам нравятся больше. Вообще, есть вот здесь ссылка на именно кусочек color в материал-дизайне. И у них здесь, как вы видите, просто написано, что цвет должен быть там таких-то оттенков, там бла-бла-бла. И вот у них реально есть их красный и те градации красного, которые вам нужны по насыщенности. Ну, ты сам понимаешь, что можно было более морковный взять, как бы для логотипа. Но взяли все равно. Да, и вот какой у них EA-4335? Есть тут такой? Нет тут такого. Они сами следуют не своим гайдлайнам. Ну, это как обычно, собственно. Ну, они, может быть, как-то просто поняли, что вот... А вот в их проекте надо чуть по-другому. Но вообще, да, это, по-моему, неплохое подспорье для... А, это Active, наверное. Да? Не знаю. Для дизайнеров, чтобы не париться, использовать какие-то дефолтные цвета. Мы, кстати, даже в паблике когда-то выкладывали Material Design Colors Palette, какой-то там генератор, короче, говорят. Ты выбираешь цвета, и он тебе сразу генерирует, как будет выглядеть твое приложение с этими цветами, если ты полностью соблюдешь все их предписания. Ну, что, давай дальше к нашему... В общем, наш вердикт Microsoft. Microsoft, да. Как-то даже вот так, если абстрагироваться от этого, то... Наш вердикт Microsoft, да. Что-то заставляет задуматься, да. Foundation 6. Это тот самый убийца четвертого бутстрапа, который мы анонсировали. И на самом деле это консенсусная версия среди наших подписчиков. То есть много кто любит Foundation, но использует все равно бутстрап. Вот это непонятно немного. Многое, ты знаешь, как вот жить с одной бабой, но все время, всю жизнь потом любить другую. Ты знаешь, и потом про тебя книгу пишешь, блин. Любить йети волосатого. Да, да, любить волосатого йети, который тебе только вот телеграмовские эти... Самолетики. Самолетики запускают бумажные. В общем, Foundation Z, компания, которая говорит, они говорят, что вот типа надо бы выпускать Foundation 6. Они даже дат не говорят. Чтобы победить бутстрап 4, естественно. Да, очевидно, что статья вышла тогда, вот когда вышел бутстрап 4. То есть они обнадеживают своих юзеров, что они тоже не стоят на месте. Потом они будут по Apple говорить, что они пошли дальше. Да, кстати. Ну, они, естественно, кроме того, что они делают этот фреймворк, они еще и не фрилансят, а работают с созданием сайтов. То есть у них это студия, у них можно заказать сайт. И они тем самым говорят, что в первую очередь они сами для себя делают этот фреймворк, поэтому он будет крутой. Ну, я не пишу, что вот мы вернулись к самому началу, к истокам. Что должен делать наш фреймворк на стадии прототипирования? Там быть удобным, быстрым, с минимальным количеством зависимости, чтобы прям... Ты 10 минут потратил, у тебя уже, так скажем, рыба была для проекта. Угу. И много плагинов, и чтобы удобно было плагины подключать, там, писать и так далее, как компоненты бутстраповские. Ну, кстати, что я вот, насколько помню, пятом по Foundation, когда я им пользовался, там JavaScript-овый плагин и так достаточно удобно. То есть там всего лишь одно dependency прописываешь, и уже инициализация происходит, когда ты вызываешь foundation.app метод. То есть у них уже достаточно это неплохо сделано. И вот они пишут, что в продакшене Foundation 6 должен тоже быть легким, удобным, чтобы минимум самому JavaScript-а писать для инициализации каких-то компонентов, там, и так далее. И полностью accessible, то есть там все разметки соблюдать. Вот с этим действительно проблемы. То есть прототипировать на Foundation невероятно удобно, просто вот говорю по собственному опыту, а в продакшене его оставлять геморройно, все лишнее выключать. Несмотря на то, что они еще до бутстрапа работали с миксинами, с удобными реальными сасовскими миксинами, когда, если тебе нужен грид, ты можешь сгенерировать только такой грид, что там одна колонка там и шесть колонок. И не таскать с собой в стилях все варианты для четырех, пяти, восьми, там, и так далее. То есть это все миксинами делается, примерно как в Сьюзи. Кстати, на Сьюзи у нас тоже есть обзор на канале, посмотрите. Да, я сейчас напишу себе на 45-й минуте. Ну вообще, я вот насколько помню, по своему опыту, что даже там, когда ты начинаешь вдруг состыковывать WordPress с Foundation, и начинаешь делать менюшку на Foundation, и у тебя какие-то возникают куча проблем, неожиданно. Это да, УВП на вменю функции в предыдущих версиях, там они потом допилили, что можно и айдишник, и класс контейнера менять, полностью убирать контейнер, айдишник, класс меню менять, улки именно. Но чтобы классы лишек менять, по-прежнему нужно писать новый метод Волкера, то есть там функции, которые непосредственно выводят каждый айтемс в цикле. Но это тоже уже есть для этого решение, то есть много постов на Stack Overflow. Про который мы поговорим в следующей причем новости, да. Да-да, про него будем говорить. Так вот, то есть уже есть готовые для этого решения, уже не так все сложно, но вот они, видишь, говорят, что будет еще легче. Не уверен, что они именно WordPress имеют в виду, но тем не менее. Хотя, видишь, это палка о двух концах. То есть, допустим, если у тебя есть навигацион, ну вот компонент навигации, да, в Foundation, у него нав, внутри ул, и там лишки, и там в лишках еще ссылки могут быть, да, условно говоря. Ну, вот для того, чтобы нам было удобно, да, как WordPress разработчикам, вот нам бы хватило, чтобы у нава был какой-то класс, и мы бы писали, такой-то класс ул, ли, и неважно, какой, на какие нам WordPress дает классы, они бы нам не мешали это все включать в Foundation. Но у Foundation, у улки тоже отдельный класс, и у лишек тоже класс, там, какой-нибудь нав item, который прям вот сугубо нужен, и они стилизуют именно по классу, а не по лишке. Ну, и это, типа, правильно по методологиям, чтобы не использовать HTML-ные теги для стилизации, использовать именно классы. Причем еще именно какие-нибудь такие, типа, бэмовых или смексовых, в которых, ну, нужно, чтобы каждый класс был отдельной строкой, чтобы не было вложенности лишней, короче говоря. И из-за этого мы как бы в капкане. Нам удобно было бы, если бы был один класс, но на самом деле по-человечески надо делать много классов, писать свой Уокер, там, и так далее. В общем, тут пишите в комментариях, как вы с этой дилеммой справляетесь, потому что на самом деле это такое, это ад перфекциониста, я бы даже сказал. В общем, они нам обещают, что у них будет суперкруто просто зашибись, и все, там, стекс, стекс-он-стекс, там, ставки ставят, что все будет просто охренеть как круто. Легкая тема, легкая, я так думаю, в плане... В плане легкости. Перформанса? Да, да, да. Видишь, здесь они пишут, что по факту в проекты на Bootstrap и Foundation, если подключать только, ну, весь CSS, то 90% CSS неиспользуемые. И надо как-то с этим бороться, делать все легче, удобнее, и да. В общем, они ждут. Они летят на ракете вон там. Да-да-да, подписываются у них тут на новости про это, но вы можете не подписываться, мы вам обязательно в следующих выпусках подкаста расскажем. Я думаю, вы нам доверяете в этих делах. Следующий громкий заголовок называется «Запуск мега-мануала от Stack Overflow». Да, я тебе сразу, Никита, скажу, что рекомендую более быстро по этой теме пройтись, а то мы на нашу главную не успеем. Да, пробежимся за секунду, потому что сейчас главная тема, она там задавит всю мощь своей значимости. Короче говоря, ребята из Stack Overflow всего лишь решили и объявили о запуске нового амбициозного проекта документационным хаббит для всех существующих технологий. Да, то есть именно как документация, не то, что там вопрос-ответ туда-сюда, а именно документация. Да, и суть в том, что они с помощью всей накопленной информации, своего опыта, багажа знаний и комьюнити, просто огромнейшего комьюнити, самого большого, наверное, комьюнити вообще по вопросам, по программированию и по технологиям, они с помощью этого всего сделают ресурс, на котором будет очень легко читать документацию, и самое главное, на что они упирают, это на примеры. То есть все примеры будут... Да, тем более, что база примеров у них уже... Да, охрененная база примеров, я так понимаю, они ее и там и оформят офигенно, то есть, и у тебя потом первая ссылка будет выдаваться их непример на... В гугле? Да. То есть в гугл не будут переходить прямо на стаку? Ты прямо в гугле будешь эти примеры смотреть? Это очень ужасное дерьмо. Значит, вот, короче, вот такого монстра хотят сделать, и к ним сразу куча вопросов появилась от ребят, например, таких, как... А вы уверены, что... А, они еще говорят, что, понимаете, тебе не нужно будет документацию читать вообще в принципе, то есть документацию проекта. Тебе надо достаточно на наш новый сервис зайти, там найти, и сразу ты все поймешь. Там все проще написано, там будут уже люди, которые прошли этот путь, так скажем, делиться опытом, ну, то есть будет их опыт расписан просто нормально, да, и будет легко уже ориентироваться в нем. А не то, что ты будешь там в тоннах страниц закапываться, читать основы основ, там... Закапываться вообще не стоит. Да, да. Короче, им сразу тысяча вопросов, значит. А, во-первых, а вы уверены, что, в принципе, чуваки, которые пишут куски кода, вот эти в примерах с такой верфлоу, они нормальные? Или, допустим, а вы уверены, что люди, которые просто вот куча юзеров, может сделать нормальную документацию, в отличие от чуваков, которые уже специализированно делают документации на ресурсах? Ну, так само собой, что это будет разбаловывать людей, я тоже вот тебе этот вопрос хотел задать, как ты считаешь, а вот не пугает ли тебя возможное вот это вот поколение говнокодеров, которые, хотя оно уже есть, которые воспитаны на стек оверфлоу, и только готовыми примерами что-то вот могут нагуглить, сделать, и у них нет никакого общего понимания картины, принципов программирования и так далее. Да, то есть, понимаешь, да, это на самом деле будет, это будет рождать то, что ты будешь управлять одним куском кода, так скажем, одним, даже не то, что это механизмом ты будешь управлять, просто одним как бы инструментом маленьким, но ты не сможешь его как-то вообще изменять там и так далее, ты не будешь понимать основу, поэтому это проблема. Очевидно, что эта хреновина будет востребована среди не самых, так скажем, добросовестных программистов, но тру, чуваки, скорее всего, все равно будут обращаться к документации, потому что, ну, ну, правда. Ну, это ничего не изменяет, то есть, это некая такая вики просто по документации, то есть, это реально википедия, только просто с кодом. Да, может быть, в какие-то моменты это было бы прикольно, но вот, например, документация по PHP, на php.net, там есть комментарий к каждой статье документационной, и в комментариях куча примеров, то есть, там чуваки, имена, вот тут вот к этой статье я вот такой пример вам предлагаю, и там апвоуты есть, то есть, какие понравятся, те примеры выше. И поэтому там, в принципе, довольно-таки очень круто все. Ну, я не представляю, сколько у нас такой overflow про PHP, я боюсь представить. Я думаю, довольно-таки до хрена, но, собственно, так это мой клонник, да. Ну, не так много, как про SQL. У меня тут недавно, ну, как бы пришлось, опять же, там, пописать SQL-запросы, и там просто гигантское количество ответов, там, плюсиков, стрелочек вверх на ответы вопросы про SQL, в 10 тысяч раз больше, чем по PHP. В общем, короче, готовьтесь к наплыву индусского кода в ваших кодах. Да, да. Я думаю. Потому что... Ну что, погнали к нашей жирной теме, именно полстой. Перед жирной темой я маленькую темку чуть-чуть сковырну одной ножкой. На 30 тысяч фунтов на разработку супер-премиум-темы для WordPress. Вот так звучит заголовок на WP Magi, на сайте наших хороших знакомых. А, это у нас сегодня раздел WordPress такой. У нас раздел WordPress сегодня из одной темы состоит, ничего с этим поделать нельзя, тем реально нет. Тем нет. Все темы заключаются в том, что чуваки пишут, изгаляются, как там кастомизировать то-то, как кастомизировать кастомизатор в вашем кастомизаторе и так далее. Чтобы ты мог смотреть кастомизатор в своем кастомизаторе. Так вот, на Kickstarter запустили сбор денег на проект ЦАРЬ, King of WordPress Themes. ЦАРЬ LTD компания у них называется. Они собирают 30 тысяч фунтов на разработку этой темы. И в теме будут встроены инструменты поддержки, то есть там прямо уже будут тикеты из темы прямо писать из админки, дизайн-доска, магнитные элементы, печатные документации, DVD-диск, внимание, с исходным кодом. На CD, видимо, не влез исходный код. У меня даже серийница работала на твое это. А почему? Я не знаю. Она меня слушает, я иногда просто что-нибудь говорю, и она начинает со мной разговаривать. Простите, я сомневаюсь. Да, более 70 модулей здесь будет, то есть Page Builder довольно-таки неплохой. По их заверениям, это все пока их мечты, на самом деле, потому что они, если посмотреть, ну мы зайдем сейчас на страницу на Kickstarter, они к марту 16-го года планируют всю эту хреновину выпустить. Так вот, более 70 модулей именно таких, что там все, видеоплеер, слайдеры, графики, кнопки, сетки записи, карты Google, многие другие. У них будет фронт-энд-редактор, то есть не в бэк-энде там ковыряться в этом казенном, а именно у них в красивом фронт-энд-редакторе. Ну, это естественно. Встроены инструменты поддержки, вот так как будут тикеты выглядеть, дашборд с тикетами. Тут как имейл-клиент в Маке, вот я бы такую аналогию провел, коробочный продукт, то есть сам факт того, что у них все в коробке, у них будут реально вот такие досочки с магнитиками, на которых будут схематичные, так скажем, ну да, магнитики, опять же, их элементов, именно тех, которые у них там есть, вот эти вот 70 модулей, чтобы ты вот эти магнитики сам вот так раскладывал на гриде и думал, тут у меня будет это, тут у меня будет то, потом это там же в их редакторе делал и все такое. Ну тут, кстати, троллинг сразу же от Константина Ковшинина, от автора статьи. Также в коробку входит напечатанная документация по премиум-теме, скетчбук и исходный код темы на DVD-диске. Конечно, это кажется немного странным, во время компьютеров без DVD-приводов. Например, вот у меня в ноутбуке нет DVD-привода. Но надеемся, что к запуску всего этого в печати основатель научится хотя бы правильного написания торговой марки WordPress. То есть неправильно написал даже торговую марку, в смысле, большую букву неправильную оставил. Букву P, видишь, с маленькой WordPress. Это классик. А есть сайт capitalp.org, в котором написано, что the capital P in WordPress is a horse design by committee. То есть прям вот, да, все должны это знать. Они всего 7 тысяч собрали, почти 8 за 14 дней их рекламной кампании. То есть по 30 дней на Kickstarter все длится. Им еще 16 дней осталось. Я думаю, не соберут. Понимаешь, вот с тем обилием, тем премиум-тем на других ресурсах, так скажем, вот это сейчас собирать на DVD-диске, немножко смешно. Ну, может быть, они этим и хотят взять. Ну, посмотрим, возьмут или нет. Посмотрим, да, потому что из этих 7700, на самом деле, один чувак какой-то вкинул пятерку. Вот здесь вот. И он офишал царь-партнер теперь. Всю жизнь мечтал, скорее всего, чтобы мечтать этот чувак. Другие вот топовые, а нет, 2000 и более тоже один кто-то вложил. То есть здесь два чувака, они сделали, на самом деле, весь банк, 2,5. А все остальные там повкидывали по... Сейчас посмотрим. Один вложил 275, один 125, а все остальные 20-ку вкинули просто и все. А поддержки-то одинаково будут пользоваться? Да, да, поддержки, да. Но вот, например, вот эти, которые по 20 вкинули, у них лицензия только на один сайт. Но мы-то знаем, как можно WordPress-овские сайты, лицензии ставить. Нет, ну в смысле, ну у них же реально поддержка в других не будет работать. Без поддержки, да, это да. Ну ты звонишь, говоришь, что у тебя на одном проблема, а фиксишь ее в другом, короче. А, ну, не знаю, может быть. Может быть, поддержка заключается еще в том, что за тебя фиксят. За тебя делают, а вы за меня и кушать будете. Кушать будете, да, да. И так сойдет. Вот один 125 вкину, у него царь иный бокс. Он все-таки захотел DVD-шечку. Отлично, отлично. В общем, да, это были новости из мира WordPress и из мира фриков, а мы переходим к нашей главной теме, на которую я ссылку не сохранил. Отлично, мы переходим к теме про деньги, опять же. Да, про деньги, то есть про Apple. Apple у нас с синоним денег. А что у нас, кстати, первое про Apple TV? Нет, вот в том-то и дело, первое у нас вот такая тема сборная солянка. И на нее я ссылку не оставил. В назывном порядочке что там было? Отсвежим, да. Как вы помните, неделю назад мы с нетерпением ждали презентацию Apple, которая состоялась в среду, по-моему, если мне не изменяет память, того дня, точнее той недели, да, 9-го числа. Я вам напомню, что представили новые ремешки для Apple Watch и новые виды, то есть розовый, розовый голд, розовый голд, и представили золотые спорт-часы, то есть золотой алюминий. Не реальное золото, а золотой алюминий. То есть там вот такое есть. Кстати, ну, раз уж мы в назывном порядке, я просто покажу картиночки из соответствующих статей. То есть вот, видишь, ну так, золотые ремешки, ого-го, господи, розовые ремешки. Уже цыганщина вообще жуткая пошла. Согласен, да. Кроме этого будут еще ремешки от сторонних производителей. То есть там, я не знаю... Да вообще, то есть хоть что? Ну, Гермес, например, заявил. А это какая-то... Я вот даже и не знал. А это топовая фирма для джентльменов, так скажем. Там мужские костюмы очень дорогие и так далее, запонки, там всякое хреновое. Но вот там будут ремешки для Apple Watch кожаные хорошие, Гермесовские. Главное, чтобы не Герпес. Согласен. Потом представили iPad Pro, четвертое поколение Apple TV и новые айфончики. Кроме этого, iOS 9 выйдет 16 сентября и Watch OS 2 тоже 16 сентября, на который будут новые приложения, в том числе переводчик. В общем, в каком-то смысле типа второе поколение Apple Watch, но не железно, а софт. Верно. Почему-то на MacRumors в обратном порядке решили. Видимо, для них важность определяется противоположно, чем для Apple. iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Плюс, кроме того, что, ну да, с точки зрения дизайна, они чуть потолстели, хотя это и незаметно. Добавили розовый цвет. Алюминий стал другого сплава. Семитысячная серия алюминия. Он типа крепший, уже жопой не погнуть. Так. Вот, и кроме этого, 3D Touch Display. Ты вот, ты же тоже смотрел презентацию? Force Touch. Да, да, да. То есть ты чем, если сильно жмешь, открывается контекстное меню. Я очень прям, вот этому я рад. Это прикольно. Это же пришло к нам с тачпадов, ну... Ну, да, 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 на MacBook 2014, или 2015, ну, который супер тонкий, ретиновский, типа Aero, только новый MacBook. Который тонкий клиент. Это всего лишь, потому что он ни хрена больше не может. Это тонкая батарея, я бы даже сказал. Потому что весь ноутбук, это одна сплошная батарея. Вот на нем привели Force Touch на трекпад, и вот теперь он появился на айфоне. Хотя, если мне не изменяет память, патент на него был года 4 назад. То есть они реально долго это все выдрачивали, чтобы хорошо получилось. Не терпится попробовать на айфоне, потому что, ну, user experience кардинально другой. Иногда хочется. Вот особенно, когда, знаешь, переносишь что-нибудь, ты долго задерживаешься, тебе надо перестать. А вдруг ты бы сразу сильно нажал, сразу перенес, как-то... Ну, да, да, я согласен. Экономят вот эти секундочки. А знаешь, что еще экономят в секундочке? Новый A9 чип, который на 70% быстрее, как процессор, и на 90% быстрее, как графический процессор. Ты сможешь там в Asphalt 12 играть какой-нибудь. Ты еще сможешь более элитно его в Asphalt ронять. Примерно, как я, когда разбил свою пятерочку на днях. Более лучшие камеры, 12 мегапикселей. Не, ну ты как настоящий этот, увидел презентацию, разбил айфон, все правильно. Я причем, да, это же была такая шутка в Твиттере. Сегодня возрастет количество случайно утопленных айфонов там в унитазе и так далее. А причем, я так думаю, это к тому, что по гарантии, чтобы обменять. Я думаю, на это шутка направлена. А может быть, просто жены, чтобы у мужей выбросить новые телефоны. Это-то вот, да, это-то скорее. Да. Новые камеры, 12-мегапиксельная задняя камера, которая записывает внимание 4K видео. Смотри, вот все сбывается. Все, что мы говорили в прошлом подкасте, не хотят нас про Apple слушать, а мы все правильно говорим. Ну, действительно, мы же с MacRumors это читаем опять же. Да, 5-мегапиксельная передняя камера. Можно будет теперь селфи-панорама все-таки делать. И самое главное, дисплей приспособили как вспышечку. То есть, ты когда на передуху фоткаешься, будет экран мигать белым, чтобы тебя освещать. Понял? То есть, не было этого, а теперь есть. И знаешь, у меня у батя, короче, на Самсунге за 700 рублей. У него есть, типа, фонарик, и это экран за фонарик отвечает. То есть, экран светится, типа. Да, да. Не, она серьезно? Да, то есть, просто самый большой яркостью еще, наверное. Да, просто максимум белого. Понятно. Не, просто я помню, что на маленьких таких телефонах именно и фонарики бывали. Не, не, а у него именно вот этот функция. Понятно, понятно. Но оптическая стабилизация так и осталась уделом плюски. То есть, здоровой хреновиной. Но теперь появилась и для фото, и для видео. Это, кстати, не реклама была. Телефоны за 700 рублей Самсунга. То сейчас все купят, пойдут. Не поверит никто, да. Вот мне кажется, что после анонса 4K видео, модель на 16 гигабайт выглядит как плевок какой-то. Я даже не знаю куда. Как шапка плевок. Может, сразу будет в iCloud писать? Скорее всего. Потому что, причем сразу заплатят за тебя за iCloud, потому что по дефолту там 5 гигов. Ну как, ну это смешно. Ты запишешь там, наверное, полчаса, и у тебя отожрало всю память нахрен. Да, причем при том, что у тебя там еще система, там, наверное, 6 гигов жрет. Что-то еще там и т.д. и т.п. Ну вот, да. Непонятно. И причем, многие вообще дебаты разгорелись по поводу того, а сможет ли 12-мегапиксельный сенсор, причем, ну реально маленького размера, снимать 4K видео. Ну что, они дураки, что-то, наверное, сделали как-то. Отлично, да. Ну, новый Touch ID. Я вот, кстати, во время презентации упустил этот момент. До двух раз быстрее распознает палец. Не могу прокомментировать, просто, ну и что? Ну как, ну вот у меня у батя шестерка, он все время Touch ID разблокирует экран. Ну и видно, что он это делает, ну, там, с полуторасекундной задержкой, например. Ну да, так вообще за секунду будет, хоп. Я думаю, что да. Цены точно такие же доступные. Конские. Да, то есть конские. Причем розовый iPhone после старта продаж уже 2-3 недели доставляется. То есть их реально, почти все их начали брать сразу. Ну, я верю, да. Да, кроме этого, новый Apple TV. И про него мы, на самом деле, поговорим отдельно по статье Дэвида Уолша, который обычно нам пишет про JavaScript и рекламу. Кстати, про рекламу. Это видно по его сайту. Здесь, в принципе, ничего, кроме рекламы, так-то не видно. Сразу здесь вот, конференция. Ну, это досвидос, конечно. Да, тут вообще никуда. Так вот, его очень сильно вдохновляет Apple TV. Почему? Новый Touch Based Remote. Пультик с маленьким кусочком тача. Здесь вот, если на его смотреть в сайте, то вот это вот хреновина, это тач. Добавили приложения целые. Ну, то есть вот App Store with Games добавили на Apple TV. И вот в этих вот приложениях можно вот этим тачем пользоваться, там, играть в игрульки и так далее. Кстати, на ивенте было очень много презентаций всяких игрулик и прочей хреновины. И стало очень очевидно, что Apple все больше про бабки, потому что наверняка каждые из этих компаний заплатили дохрена денег, чтобы выступить на презентации. Ну, кстати, а игрулина-то я так и не уловил. Это будут те самые, которые в App Store? Такие, ну, многие из них, ну, разработчик должен будет адаптировать. Оптимизировать, понятно. Но, по-моему, чуть ли не все сразу оптимизированы. И там, ну, просто какие-то будут лучше, какие-то хуже. Есть тут для... Да-да-да-да. То есть там есть прям картинка такая, я не знаю, тут... Ой-ой-ой. Тут, тут, тут она есть или нет? Черт, нету. Ладно, неважно. Фил Шиллер стоит, и за ним одно и то же приложение на трех сразу экранах. На айфоне, на айпаде и на телеке. То есть, грубо говоря, что все приложения будут универсальны. Siri. То есть можно прямо в этот пульт говорить по микрофону, типа, Siri, покажи мне все фильмы с Ван Даммом. И Siri, во-первых, переспросит, сколько тебе лет? 60, если тебя интересуют фильмы с Ван Даммом. А потом отсортируют. А потом можно дополнительную сортировку фильма с Ван Даммом позднее 2000 года. И ни одного образа не останется, и все. То есть на блютусе пульт работает. Отлично. Предыдущий на инфракрасном порте работал. Надо обязательно направлять бы в Apple TV. Здесь он блютусе. Это скачок, это скачок. Ну, разряжаться быстрее будет пульт. Я вот не знаю, в моем там, ну, в старом пультике, там таблетка-батарейка. И я ее ни разу не менял за 4 года. Ну, при том, что если ты еще играться будешь на нем, то это вообще... Да-да-да-да-да. То есть как-то будет заряжаться. Причем, возможно, это даже и говорили на презентации, я уже забыл. Я не очень внимательно смотрю. Ну, кстати, я не знаю, наши дорогие слушатели, опять же, понимают, насколько вообще плоский пультик. Там пультик-то, он как ноготь. Ну, практически, да. Но этот, наверное, чуть потолще будет. Хотя, причем, тут не показано, а сзади-то он такой же алюминиевый, белый. Ну, как бы, как обычный алюминий. Я видел, просто здесь нет картинки. Не знаю, при чем здесь это, но да. Он холодный обычно, у него жопа вот так сядешь на диване, и... Ну, кстати, да-да. Непонятно, какого времени вообще. Скрин-сейвер в зависимости от времени дня. Вот так вот, представляешь? Самое же важное, чтобы ты зашел ночью, у тебя темный был скрин-сейвер, чтобы тебя не ослепило. Ну, как ночной режим в ридере. Кстати, ридер мы хотели попробовать на других. Ух ты, блин, смотри, какая картинка у него здесь. Смойка большая. Я думаю, это по адаптивности. То есть, ридер имитирует, будто бы я с айпадика зашел 500-пиксельного, допустим, 600-пиксельного. И там у него сделано, что в 100% картинка просто приходит, и она причем четкая, хорошая. Так вот, новый юзер-интерфейс. Ну, там прям новая операционка, я посмотрел. Причем, интересный факт тебе. Между вторым и третьим поколением, несмотря на то, что визуально они одинаковые, отличаются практически только тем, что в третьем поколении чуть лучше Wi-Fi и Full HD стриминг, а на втором поколении только 720p, там прошивка другая, она выглядит по-другому. То есть, вот прошивка на втором поколении, она выглядит как iOS 7, а на третьем как iOS 8. Так, там больше градиентов. То есть, вот на этой что-то будет? А на этой вообще еще другая, это четвертое поколение. Тут еще вообще другая. А 4К же надо же, раз телефоны могут. Вот нету, вот еще не ввели. Возможно, чтобы через год новое Apple TV продать, а не как-то загадать. Но вообще, понимаешь, нет смысла. Телефон будет снимать, производить контент, а Apple TV будет потреблять. А в iTunes, в Store все еще нет 4К фильмов. Нет, а если я себе в личную библиотеку наснимал много видосов с телефона и хочу его... Apple TV будут поставляться в 32,64 гига. Все равно только на пару фильмов хватит, понимаешь? Опять же. Да, опять же. То есть, ну, надо как-то с этим бороться. Apple Music, естественно, будет, но это, я даже не знаю, почему это вообще отдельным пунктом здесь стоит, но тем не менее. Вот такая вот штука. Кстати, опять же, про наш чатик в Телеграме. Заходите, кстати, в ссылке, в описании к видео будет ссылка. Там недавно обсуждали чуваки, и они вот спрашивали. Я, из-за того, что у меня есть такой Apple TV, у меня спрашивали, а вообще он в России работает? То есть, почему-то у людей все еще возникает вопрос, работает ли он в России. Хотя он всегда работал в России. Не, ну, имеется в виду, а вот я сейчас там хочу посмотреть какой-нибудь Netflix, хэй, Netflix. Ну, Netflix, если ты купишь себе Netflix на американскую кредитку с американским банк-аккаунт, то тогда ты можешь его и отсюда смотреть. Там нет ограничения по айпишнику. Хотя, может быть, и есть. Я сейчас не берусь утверждать. Сейчас санкционно. Я точно знаю, что если у тебя iTunes-аккаунт английский, то у тебя Netflix появляется на рабочке. Если русский, то его там просто нет. Ну, например, бейсбольная лига, там, MBL Go, или как она называется, она есть. Ее можно оплатить, просто смотреть реально. Как онлайн-канал какой-то. Там нет никаких ограничений. А весь базовый функционал, весь iTunes Store, там, подкасты, музыка, фильмы. Сериалы у нас еще и в России не продают, поэтому их нет. Ну, кстати, сериалы, да. Но фильмы уже есть и... Я помню, у нас, когда с тобой еще были американские аккаунты вот в... Именно... Ну, в iTunes. Да, в iTunes. Там же вообще что-то... В русских не было практически фильмов, знаешь? Да, их и не было фильмов. Да, то есть вообще ничего не было. И частично музыки не было. То есть там реально очень много музыки. Причем, ну, не мейнстримовой, типа там, Lady Gaga, а всяких инди-групп. Их не было в русском Store вообще. Да-да-да. И сейчас вот, сейчас уже лучше. Все много лучше. Это уже давно практически все. Года с 2012-го есть все везде. Абсолютно не чувствуешь себя ущербным. Только берешь американскую карточку, покупаешь себе. Да, конечно. И не чувствуешь себя ущербным. Ну, Дэвид Уолш здесь пишет, что просто ему сильно нравится. И он на самом деле пишет, что вот если бы я был Nintendo, я бы уже срался и ссался. Потому что будет досвидос, будет игровой бум. И на самом деле они будут поддерживать еще и другие Bluetooth-геймпады, кроме вот этого пультика. То есть прям, скорее всего, будет целый бум на игры Apple TV-шные. По сути, это уже целая консоль. Там тоже какой-нибудь A9-чип, если мне не изменяет память. И так здесь не написано. Интересно, тут написано. Нет. Но я думаю, что процессор там нихрена не слабый. Какой-то из их хороших. В общем, даже вот, например, Pandora будет на Apple TV. Раз она есть в App Store. Короче, его прям сильно все устраивает. Ему нравится, что будет такой еще более медиа-комбайн. Потому что... Да. Ну, он, да, там с эмоциями пишет. О май гад, Apple, I can't wait. Да, 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 да. Здесь интересно, есть у него комментарии? До них хрен доску. Ну, это так, пять комментариев есть, в принципе. Там все I'm really excited, поэтому... Да, я помню, очень давно уже говорили, что Apple перевернет телевидение. Я бы не сказал, что перевернули. Но... Но вот, да. Особенно с учетом того, что на 32 гига стоит всего 150 баксов. На фоне того, что Apple Pencil стоит 100. Ну, небо и земля. Кстати, об Apple Pencil поговорим про iPad Pro. Давай, Никита, расскажи ты нам про него. Ты про него как-то больше всего мне говоришь. iPad Pro. Во-первых, это новый iPad, нового размера. Он будет форм-фактором 12,9 дюймов. Дюймов, да. И он будет, я так понимаю, и точностью, и всем-всем-всем намного выше, чем... Да, даже у него будет плотность пикселей и само разрешение, и численно, то есть и качественно, и количественно лучше, чем у прошечки на 15. Да, то есть если бы была бы такого же размера прошечка, она была бы все равно не такая точная, как я понимаю. А такая и есть. Ну, 13 и 12,9 дюймов, это практически одно и то же. Но у них разрешение больше, чем даже у 15-дюймовой прошки. То есть реально самый плотный по четкости экран. И это ведь неспроста. Зачем здесь такой четкий экран с таким большим количеством пикселей? Скорее всего, чтобы использовать опять же Apple Pencil и за него же деньги брать. Да, A9X, кстати, здесь процессор круче, чем в айфонах. То есть они прям автоматически две линейки процессоров. Это первый раз на самом деле. Обычно один и тот же процессор, причем сначала его выпускают в айфоне, а потом через полгодика, то есть айфон где-то в сентябре и где-то в марте в айпад его суют. А тут нет, тут A9X выпустили только для айпада, а A9 только для айфона. То есть они, возможно, теперь два процессора одновременно будут поддерживать. X-серия для айпадов и обычная серия для айфонов. Вот такое вот наблюдение. Ну знаешь, что я еще хочу сказать? А вот пока мы не дошли до Apple Pencil, а вообще в принципе такой большой айпад нужен без ручки этой карандаша? Достаточно спорный момент, потому что он тяжелый будет. И здоровый. Тут полтора фунта написано. Я не знаю, сколько весит iPad Air, к которому я привык. Можно, наверное, посмотреть сейчас, если я напишу iPad Air, то у меня на... Айпад написал. Да, iPad Air у меня на эпловский сайт, я там нажму на спецификацию или как там технические характеристики, а как долго Apple открывается, практически как и куб дизайн. Серый космос, серебристый. Да, так, часто спецификация. Так, длина, вес 469 грамм. Фунт у нас 440 грамм. А там полтора фунта, значит тяжелее. Так вот, iPad Air и то одной рукой держать не очень удобно, я вам скажу. Ну, прошку тут видишь, они всегда двумя руками держат. Да, ну, как хороший хрен, надо двумя руками держать. Ну, так вот, поэтому, насколько он удобен без стилуса, если его не класть на какую-нибудь подставку или на стол, ну, не знаю, ну, как ноутбук, наверное, с ноутбуком же я лежу на диване и иногда смотрю киношки, нормальные киношки. Ну, он-то у тебя стоит, как бы, грубо говоря. Я понимаю, да. Поэтому он-то у меня стоит и поддерживает. Нет, он у меня и на столике иногда стоит, и на коленях, то есть там всяко бывает. Ну, понятно, я понимаю. Так, ну, давай, окей, давай перейдем все-таки к карандашу. Apple Pencil, он стилус. Очень много троллини было по поводу того, что вообще... По поводу того, что Джобс сказал никаких стилусов, а теперь выпустили. Да, да, то есть вот, причем тут такая крутая картинка на веб-дизайне Депо. Кстати, вот эти три точки, которые вы видите сбоку, это для подключаемой клавиатуры, которая тоже у них представлена. Черт, здесь нету картинки. Блин, а я хочу картинку, которая как Surface, да. Ну, во-первых, это очень круто, это просто ты делаешь себе ноутбук. Да, это ты делаешь себе ноутбук, причем довольно-таки полноценный. Мне всегда было интересно вот эти мягкие клавиатуры, вот, здесь вы видите, каково на них печатать. Вот, кстати, да, особенно долгое время. Да, то есть, мне кажется, на них надо чуть сильнее жать, а из-за этого у тебя падает скорость печати или устают пальцы сильнее. И в результате полное говно. Я не знаю, мне кажется... Напишите в комментариях. Если вы Surface пользовались, или какими-нибудь другими такими, как бы, клавиатурами, или, может быть, к обычному iPad тоже уже что-то такое придумали. Может быть. Ну, в общем, да, это интересно. Так вот, Apple Pencil. Здесь чуваки написали, что глупо сравнивать с той цитатой Джобса 2007 года, потому что тогда он это говорил про iPhone. И тогда он это говорил, блин, про нажатие просто. Там была суть в том, что чуваки нажимают с помощью... Стилуса, да, потому что там был резисторный сенсорный экран, когда он был сильно жать. А тут емкостной, тут сильно жать не надо, поэтому понятно, почему его откинули. Ну и, грубо говоря, здесь его оправдывают, что именно суть в том, что стилус там и UX, и User Experience не добавлял, а так убавлял. Но такое маленькое хреновень, а мы вспомним, что оригинальный iPhone, он был, ну, на порядке меньше нынешней шестерки, тем более 6+, просто, ну, космически-то в два раза, наверное, уже, то очевидно, что там он был не нужен, то здесь 13-дюймовая хреновина перед тобой лежит, на ней, наверное, удобно. Ну, здесь пишут, что, естественно, Apple Pencil улавливает нажатие, угол, под которыми нажимают позицию на экране, то есть из-за этого вот эта сильная четкость нужна, чтобы более лучше все это прорисовывалось, плюс стилус, он же этот, блютузный, то есть его заряжать надо туда-сюда. Когда стилус подносится, iPad увеличивает скорость сканирования сканирования, это, как это, частоты развертки, частота обновления, вот точно, в два раза, чтобы еще более плавно и все круто у вас там получалось, то есть прям, да, даже если не умеете, скорее всего, будет хорошо, хотя вы будете с понтом не уметь. Так вот, и об этом, естественно, резонный вопрос напрашивается, скажи, Никита, какой? Разряжаться будет сильно? Ну, это не вопрос, это шутка, что зарядил iPad, зарядил от него карандаш и заново зарядил iPad, потому что iPad уже разрядился. Да, карандаш будет заряжаться от iPad прямо через Lightning. Давайте посмотрим, как нам... От iPad будет заряжаться? Да, да, в том-то и дело, ты же его в iPad втыкаешь. Сейчас дойдем до этого момента. Так это же iPad-у-то надо силушек добавить. Ну, там большая батарея, мы же знаем, зачем Apple, в принципе, увеличивают девайсы, просто чтобы батарею увеличить. Вот, видишь, ты вот так снимаешь, опа, и в iPad, и от iPad. Как это издалека выглядит? Мне просто такая хрень идет, да? Да, 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 причем она же реально большая, ну, вот так вот. Причем она еще острым концом торчит. Интересно, они вообще, как бы, ну, понимают рынок-то, что вообще-то много людей купят этим, пользоваться будет? Ну, я такую аналитику, знаешь, читал, что Apple хочет отучить всех от iPhone, потому что iPhone начинают брать меньше. И им нужно, чтобы их бюджет, как вот наш от нефти бюджет сильно зависит, там, на 70%, на 75% почти, от сырья, да? Несмотря на то, что доля ВВП всего 16%, сам бюджет сверст на 75% от сырья. Вот у них их прибыль, это в большей степени iPhone. В Китае золотые. Скорее всего, да, только за счет них. Так вот, и они хотят немного диверсифицировать свои девайсы, побольше всякого выпустить, видимо, как Samsung, чтобы немножечко меньше зависеть от iPhone в части баблища. Хотя они уже, мне кажется, ни от кого в части баблища не зависят, но тем не менее. И резонный вопрос был другой. А как же такие игроки рынка, как Wacom, например, со своим синтиком, который тоже с экраном, в одной, более громоздкая бандура. Так вот, Линда Донг, дизайнер Currently Traveling Around the World. Я не знаю, та это Линда, которая Linda.com? Да, нет, конечно. Ну, вряд ли, да, потому что она пишет, что она из Tokyo, Japan. Скорее всего, если бы она была та самая Линда, во-первых, блок бы не такой красивый был, что та уже старуха, а во-вторых, ну да, она бы уже здесь ссылки на Linda.com оставила реферальные. Она здесь разбирает по составу прямо. Не смотри, да, разлить, во-первых, ценовое различие. Синтики, они до 2700 долларов доходят, а iPad Pro от 800 начинается. Это практически топовые, да, планшеты, на которых можно рисовать? Да, 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 это топовые, здоровые, они прямо на стол ставятся с подставкой, прямо такая здоровая хреновина, на которых прям, я вот смотрел пару роликов, как делают World of Warcraft, вот там на таких рисуют левелы. Практически рисовальная станция была. Да, прям так, потому что там много проводов еще из него торчит, кроме того, что там HDMI, не HDMI, питание, там до хрена всего, короче говоря. И там реально рисуют прям кистями домики. Вот так провел, хоп, у тебя там несколько домиков. То есть, ну, круто, крутая штука. Нет, а они-то какой девайс для рисования используют? У них тоже некий пенсил, который превращается в любую кистину. Нет, у них вакомовский стилус. И он, естественно, тоже реагирует и на нажатие. Даже самые дешевые вакомы Intos, которые стоят, ну, по нынешнему курсу они от семи косарей стоят, которые мы с Саньку дарили, вместо там трех или сколько можно. Вот. Но там и то уже ловит и угол, и нажатие. То есть, здесь как бы инноваций как таковой нет. Так, окей. Но пишут про latency. Во-первых, пишут про дизайн стилуса. Эппловский пенсил тоньше. И это удобнее. Она так говорит. Ура. Ты вспомни, вакомовский стилус реально толстый. Ну да. Я-то вот помню, как ручки в школе, такие толстые, в которых четыре стержня. Которые как раз неудобно писать. Вот именно. Дизайн самого, самой поверхности. Синтики тяжелые, а этот portable. И это типа big deal. И пишут о том, что мультитачный синтик, именно на котором можно еще двигать, он вот как раз от двух косарей. То есть, сравнивать iPad с самым дешевым синтиком глупо, потому что по функционалу они сильные и разные. Экран там не ретина. Ни хрена ты так четко и красиво не видишь. Цвета не такие яркие. Ну то есть, ты понимаешь, что там экран в нем не самое главное. Самое главное, это чтобы он там четко все считал и так далее. Экран, он так для тебя такой слабый референс, что что ты вообще рисуешь примерно. Также она пишет про задержку, что latency у iPad Pro, судя по видосам, меньше. Их как бы еще нет в доступе, они в октябре так появятся. Но вот судя по видосам, их меньше. Она так думает, что на нем будет удобнее рисовать. Хрен пойми. Но вот она пишет, что самые топовые синтики, тоже типа у них маленькие latency. И они вот пока будут использоваться на PC со всякими автокадами и так далее. Ну просто потому, что другого варианта нет. И они типа вот, держим пальчики крестиком, чтобы на iPad сделали тоже CAD приложение, которое интегрировалось нормально туда-сюда. И все было круто. Но мне кажется, даже вот если просто подумать, то в принципе-то, когда Apple делает новые технологии, они же дерьмо-то не делают. То есть даже те же часы, уже сто тысяч приложений, все работают под часы и все хорошо. Это было, кстати, на Web Designer Depot в самом конце. Что Apple, они никогда не являются особо пионерами в каких-то там рынках. Они всегда врываются ровно тогда, когда они вот здесь. Apple don't innovate, they never have. Они всегда врываются на рынок тогда, когда они могут просто взять, сделать лучше всех и отжать достаточно большую часть мейнстримового рынка. И все. Но потом окажется, что ты смотришь, как World of Warcraft уже на iPad Pro рисуют. И я не удивлюсь, и даже скажу, что ну молодцы, что это прикольно. Ну да, то есть и последний, а это собственно и есть последний девайс, о которых нет, стоп, не последний, я просто не ту эту. Какой там еще был? Что-то еще было, по-моему. Apple TV и все? Нет, нет, да. Все, все, все. А, iPad mini 4 под шумок представили, но он просто там новый процесс, и он почти ничем не изменился. Это тот же Apple TV, только в юбке. Практически, да. Вот у них, кстати, здесь в боковой колонке есть типа что ждется. Late October Apple TV, iPad Pro даже в новомбре. Понял? Я ошибся на один месяц. iOS 9 сентября, 16 сентября. Я, кстати, уже поставил себе бетку 9.1. Так. Добавили новых эмодзи, причем до хрена. Но посмотреть я их... Факи и всякое такое. Да, 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 но посмотреть я их не успел, потому что разбил. WatchOS 16 сентября, El Capitan 30. У меня много кто спрашивал в чатике, когда выйдет El Capitan. Как, кстати, тебе, U7? Да, 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 да. 30 сентября. А стоит ли обновляться? Стоит. Она очень быстрая, как только выйдет, запилю обзор. Стив Джобс Movie. 9 октября. Я не очень жду, честно сказать, если говорить уже... А как это относится? Это просто все про Apple. Это же MacRumors. То есть ты же понимаешь, да. Как тебе обложка, хочу сказать? Обойка? Я под конец спрашивал. Я, честно говоря, в этот раз даже не найдусь, что ответить. Ну, стул стоит рядом с водой. Красиво, конечно, но... Заставляет задуматься, что человек хотел, вот, вкопав в стул, о том, что тщетность бытия, когда-то здесь кто-то сидел, а сейчас уже стул такой обшарпанный, уже весь галькой засыпался, и уже вот нет здесь чувака, да. Да-ка просто, понимаешь, стул-то он какой-то... Он резной еще, да, он старый. Ну, еще он и без сидения. То есть практически Дэниела Крейга можно сажать и по яйцам убить. Как в казино-рояле. Ну, мне показалось, подходит нашему... Ну, да. ...нашему подкасту. Опять же, вот тема про Apple, она как стул. Мы ее еще неделю назад вкопали, ушли немножечко. Ее потрепало. Пришли, ее потрепало, но она все так же... Она все же крутая, да. Все так же резная, такая красивая и хорошая. Вот так вот, да. В общем, подписывайтесь на нас у всех в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. У нас, кстати, мы же теперь опять есть в iTunes-ских подкастах. Ну-ка. Давайте попробуем нас найти. Обязательно там подписывайтесь, ставьте звездочки, если вам удобно слушать в звуке, потому что... Звездочки, наклеечки нам вклеивайте. Есть мы тут, да, мы есть в новостях техники, в топовых. Уже 58 рейтингов у нас. Смотри, последний подкаст это слушают нормально. Да, слушай, да, даже неожиданно. В принципе, вот эти статистика лучше стала считаться. С тех пор, как мы с Apple поговорили, нам там подкрутили, чтобы у нас нормально все было, все, в принципе, стало хорошо. Угу. Поэтому, если вам удобно здесь, то подписывайтесь. Кстати, меня неоднократно просили, чтобы я запилил отдельные обложечки для выпусков, и у последнего 50-го выпуска, внимание, отдельная обложка. Отлично. Я разобрался, как это делается. Оказывается, нужно минимум 1400-1400 пикселей. Хорошо. Чтобы везде ретина, чтобы даже на iPad Pro смотрелось нормально, не убого. А-а, понятно. Так что у 51-го нынешнего выпуска тоже будет крутая обложечка. Подписывайтесь, чтобы ее не пропустить. Да, это были UF Design. На следующей неделе будет наверняка много нового интересного. Увидимся. Всем пока. Пока. Услышимся. Я причем...